Друзья, всем привет из парка Львов Тайган. В этом ролике полюбуемся на львов в так называемом львином общежитии. Вот здесь много вольеров и много красивых львов и львиц, которые спокойненько лежат, загорают на солнышке. Весна в этом году теплая, по крайней мере, ее начало. Даже очень теплая. Те, кто приезжает в парк, могут видеть практически всех животных, в том числе и дану, и шимпанзе, потому что температура действительно плюс 15, и в полдень даже и повыше. Ну, а львам это, конечно, тем более нравится. Лежат на солнышке специальные подонны у них деревянные, чтобы было более комфортно и тепло лежать на них. И посматривают друг на друга в сторону Крымской саванны. Уже где-то через полтора месяца приблизительно будет очередной выпуск львов на территорию Крымской саванны в стране Тайгания. Но отсюда немногие выйдут на территорию саванны, потому что обычно эти вольеры или для мам с детьми, или для тех львов и львиц, которых держат для того, чтобы потомство было чистокровное, например, белых львов и львиц. Но некоторые выйдут. Многие пишут, хотели бы увидеть, чтобы вышел Кай на подмогу своему другу Чипу. Надеются, что Дейл выздоровеет к тому времени, тоже выйдет. И, конечно, будет интересно посмотреть. Но такого, конечно, как раньше уже не будет, потому что, я вспоминаю, 15-й, 16-й, 17-й года. Тогда, да, десятки львов выходили. И это было действительно, во-первых, сам выпуск львов. Это было грандиозное событие. Выпускали сразу практически всех в один день. Приезжали десятки журналистов. Приходили тысячи людей, в том числе по пригласительным билетам многие. И это было такое шоу и, по сути, открытие курортного сезона в Тайгане. Но последние годы то ковид помешал продолжать эту традицию. А потом уже и без ковида как-то это сошло так на нет. Выпускать львов стали постепенно. И я считаю, что это правильно. Потому что, когда выпускали всех сразу, то происходили стычки. И, в общем, львы были перевозбужденные. А так, когда постепенно выпускаются, то это проходит гораздо более мирно. И львы легче адаптируются. А вот уже с обратной территории это львиное общежитие. Вот красавчики. Молоденькие в первом вольере. Ребята. Детки знаменитого Ричарда. Такие же крепыши, как и папа их. Был мощный такой огромный белый лев. Вот, друзья. Полюбоваться львами, конечно, это большое удовольствие. Но были бы еще мостки вот над этим львиным общежитием. Как пишете вы частенько в комментариях. Было бы здорово. Потому что можно было бы их угостить. А так получается, что угощают в вольерах других на территории саванны. А эти ребята поглядывают с такой завистью на вкусняшки издалека. Что ж, друзья. Огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Вам, друзья, за ваши лайки, комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Всем мира и добра.